Ну что, друзья, давайте продолжать нашу работу. Я думаю, что после такого интервью Криса, это интереснейший человек, просто мы его ждали на этой выставке, мы готовили с ним несколько месяцев встречу, это человек, который сегодня зарабатывает миллионы долларов в месяц, это очень серьезный финансист, и он к нам приехал на выставку в Берлин, пролетом из Нью-Йорка в Лондон, и мы долго согласовывали, он говорил, что он приедет только на 2 часа, мы с Алексеем его в 10 часов утра встречали на выставке, и сразу заранее с его коллегами, с секретарями согласовывали, что он будет только 2 часа, и через 2 часа он уедет, потому что у него там важная встреча в Берлине, а потом он улетает в Лондон. Так вот, друзья, я могу сказать, что он ушел с нашего стенда в 18 часов последним, то есть когда уже все уходили, вот, он с 10 утра был до 18 вечера и участвовал в испытаниях, когда мы все заходили в Юнивус, и прыгали 17 человек, и давал интервью, и общался с нашими партнерами. Друзья, этот человек настолько искренне, скажем так, заинтересовался и увлекся проектом, Марина спрашивает, это про Криса, мы говорим интервью, с которым только что было сейчас. И когда мы с ним еще обсуждали потом вопросы и по футурологии, и по развитию в будущем, и по развитию корпорации, он, ну и буквально, друзья, вот вчера или позавчера вышла статья, вот о которой он говорил в журнале Financial Futures, это ведущий мировой журнал в сфере финансов, его читают все, все банкиры, все ведущие фонды, то есть это то, что является таким ориентиром в мире финансов. И то, что этот журнал, мы катал на обложке журнала и основную статью о Skyway, о Юницком, там очень хорошее интервью с Юницким, и то, что это распространяется среди ведущих банкиров, это, друзья, уже как индикатор того, что это очень серьезно. И мы с Алексеем сейчас готовим тоже очень большую статью, она выйдет прям в ближайшее время, ну как в ближайшее время, в следующем номере уже Financial Futures, это наше о футурологии, о ведении, о том, как это будет представляться в будущем, то есть вот то, что мы как раз сегодня занимаемся, и у Криса к этому самый неподдельный интерес, это наш действительно друг, партнер, скажем так, соратник, который сегодня делает, поэтому вот, тут, Андрей, когда я смогу продать часть акций, хоть когда, Андрей, хоть сейчас, хотите продавать, продавайте. Это под тем вопросом, который я сейчас задаю. Ну вот, друзья, смотрите, вот это еще фотография очень интересная со вчерашней выставки, когда пришли, ну там, молодые девчонки, это спортивная команда, вот, они все вокруг этого юнибайка бегали, смотрели, потом зашли, просто это как символ, как хорошая такая фотография, повышающая настроение, повышающая, скажем так, ну, отношение к будущему, то есть вот это действительно друзья будущее, и это детям, которым, там, девчонкам, которые жить в этом будущем, нам сегодня, тем, кто создает этим будущим, юницкий это тот, кто сегодня проектирует и делает сегодня, поэтому, друзья, давайте сейчас, ну, скажем так, нашу сегодняшнюю работу, как подведение неких итогов, потому что все-таки в бешеном темпе мы прожили весь сентябрь, начали октябрь, и я могу сказать, что, друзья, что-то пока не намечается того, что этот темп будет снижаться, потому что интерес к программе увеличивается, количество вопросов, которые сегодня, вот как раз, да, это статья из Financial Futures, это, я говорю, вот то, что Алексей поставил, это, конечно, друзья, начало большого-большого пути, и сказать, что это неожиданно, или сказать, что мы к этому не стремились, нет, друзья, мы к этому шли, мы к этому шли настойчиво, усиленно, каждый день работаем, проводя вебинары каждую неделю, проводя конференции, там, ежемесячно, собирая партнеров, конструкторское бюро перед инотрансом работало в круглосуточном режиме 24 часа в сутки, люди просто, ну, с точки зрения работы, друзья, это просто трудовой подвиг, то, что сделал Сенкевич, это главный конструктор, именно Юнибайка, то есть тот, кто отвечает за производство, все конструктора, Анатолий Эдуардович, я могу сказать, что я, ну, так, немножко, понимаете, да, у нас как футурологов, и как это есть несколько такое право, я могу несколько говорить и освещать, не то, что говорит официальное конструкторское бюро или команда, у нас есть право говорить несколько расширенные вещи, поэтому, друзья, я присутствовал на совещаниях, когда работал Юницкий с конструкторами, когда были определенные, друзья, ну, как это сказать, такие неровности в работе, когда конструктора делали не то, что он поручает или запускали ошибки, я могу сказать, что, друзья, это сложнейшее, вот, там звучал не вполне, я могу сказать, литературная речь, вот, Анатолий Эдуардович может иногда выражаться, я могу сказать, очень серьезно, и я могу сказать, что некоторые конструктора не то, что бледнели, а просто, так сказать, когда они допускали ошибки очевидные, на которые он им указывал, вот, поэтому, друзья, это работа, и это очень, чтобы вы понимали, очень серьезная работа, идет серьезнейшая стройка, идет серьезнейшее изготовление вообще нового поколения, не то, что транспорта, а нового концепта, то, что мы сегодня создаем, и что самое, друзья, опять же, это мое впечатление, здесь уже, находясь в Москве, состояние от Беларуси, от этих чиновников, от этих людей, я могу сказать, что, конечно, самое тяжелое белорусам понять, что сегодня то, что меняет мир, делается в Беларуси, делается у них в Марьиной Горке, делается у них под носом, понимаете, а чиновникам трудно понять, что что-то может изменить, они привыкли, что им надо что-то тырить, что-то пилить, что-то растаскивать, а создавать, они просто не приучены, друзья, и когда общаешься с этого рода людьми, они не приучены ничего создавать, и когда они видят людей, которые создают, которые делают, они у них вызывают отторжение, они вызывают у них неприязнь, потому что это не их круг, как это, люди создают, и когда, ну, опять же, понимаете, после статьи в онлайнере, чем она, ну, скажем так, являет свой пасквиль, то есть вот этот донос, когда доносят на соседа, когда в 30-х годах писали доносы, по этим доносам расстреливали людей, понимаете, это пасквиль, который всколыхнул людей, то есть пошло куча писем в прокуратуру, в МВД, люди сумасшедшие, они пишут, как это, Юницкий, он жулик, его надо посадить, надо выгнать, там даже расстрелять, там мало ли что, так сказать, то есть, и вот эта статья, она всколыхнула, вот эти, скажем так, так вот, мы видели результат, министр транспорта, министр, который должен отвечать поручению президента, президент поставил задачу, избыток электроэнергии, они сделали атомную станцию, энергию продавать не могут, президент поставил задачу, сделайте транспорт на электричестве внутри страны, сделайте машину, поэтому там электробуз, который стоял рядом, поэтому рассматривают концепт, выведите метро на второй уровень, то есть, это задача президента, мы эту задачу решаем, вице-премьер это понимает, говорит, ребята, вы молодцы, а министр транспорта, который должен за это отвечать, я говорю, вы бы видели его лицо, он с искаженным, он подошел, он говорит, я про это видел, это все ерунда, это все картонки, это все мошенники, это все, просто с уникальным терпением, говорит, в чем вопрос, дорогой, иди сюда, вот видишь машину, вот видишь электродвигатель, вот видишь, так сказать, вот аэродинамика, вот сопромат, вот натяжение, в чем проблема, а тот продолжает кричать, это все ерунда, так сказать, это он опять, стоп, его уже даже вице-премьер стал угоманивать, ты что раскричался-то, ты что, ну видишь, машины стоят, они нас приглашают на испытания, через два месяца поедем, посмотрим, что орешь, так сказать, это, а он вот до конца кричит, и так и ушел, с это самое, с такими криками, что это ерунда, понимаете, вот, друзья, результат работы, результат имиджа, который сегодня создается, поэтому здесь, опять же, друзья, это, представляете, для нас, на выставке, которые мы создали эти машины, Юницкий, для него это воплощение десятилетий его жизни, это плод его воплощения, скажем, многих-многих лет жизни, он создал, он сделал, он может показать, он как изобретатель, как генеральный директор, как генеральный конструктор, может этим гордиться, и стоит вот такой вот чинуша, я в России, друзья, могу это произносить, я в Беларуси, у меня вчера там говорили, что нельзя про чиновников там так говорить, но когда я вижу такого рода чиновников, у меня прям такая мысль сказала, знаете что, они зря, вас президент снимает периодически, а еще сажает тоже периодически, так вот таких чиновников, друзья, надо гнать поганой метлой, и слава богу, что есть нормальные чиновники, приехал потом, я говорил, Чижик Сергей Антонович, это вице-президент Академии наук в Беларуси, у которого в подчинении 200 институтов, который реально там создает, работает, и опять же, который еще несколько месяцев назад говорил, что Юницкий, я тебя как наука не вижу, ты как конструкторское бюро для меня не существуешь, и вы в прямом эфире в Перископе, друзья, видели, это реальный человек, который за полтора часа, он приехал на 10 минут, полтора часа он был на стенде, он смотрел, крутил педали, сидел в Юнибусе, вот, потом написал отзыв, то есть просто, друзья, вот с точки зрения экспромта, очень искренне, очень откровенно сказал, что я рад и горд, что я знаю Юницкого 40 лет, я рад, что он до этого дошел, и я рад, что в Беларуси родилась технология, которая изменит весь мир, друзья, большего комплимента, большего одобрения Юницкому, трудно сказать, что человек, который еще несколько месяцев назад, и, кстати, на его мнение, вот этот Костя из онлайнера ссылался о том, что Академия наук отрицает существование технологии Skyway, вот именно этот человек сделал, и это тоже, друзья, очень, ну, скажем так, показательно, очень значимо и очень важно. Поэтому, друзья, что я могу сказать, что для, ну, у нас уже вебинары превратились в такой клуб сбора наших единомышленников, людей, которые ждут информацию, которые видят развитие проекта, то есть это не для новичков уже, не для кого-то убеждать, поэтому, друзья, сейчас с учетом вот этого бешеного темпа, который вот мы прожили последние месяцы, вся команда просто валится в ног, с ног, Виктор просто у него уже график расписан там, не знаю, опять, наверное, там выдам, не выдам какую-то тайну, он буквально, наверное, послезавтра вылетает, друзья, уже могу спутать, то ли Цюрих, то ли Голландию, встречаться с представителями Министерства транспорта Индии, потом на очереди стоят Филиппины, там уже Боливия, так сказать, это Валжир и представительству, наверное, полетит Алексей, потому что он в совершенстве владеет французским языком. То есть, друзья, темп начинает разгоняться, разгоняться, и сегодня уже реальность технологий ни у кого не вызывает вопросов. И поэтому сегодня уже Ленинский работает над тем, как развивать производство для того, чтобы выходить сначала сотни, потом тысячи, потом десятки тысяч подвижного состава, потом, чтобы уже строить сегодня десятки, а потом тысячи, десятки тысяч километров путевой структуры, для того, чтобы сегодня уже учить, переобучать людей, которые это будут строить, друзья, это тот процесс, к которому мы шли и к которому мы подошли. Поэтому сегодня нельзя сказать, что нет проблем, друзья, проблем очень много и с текущим содержанием, потому что объем финансирования постоянно увеличивается, это увеличивается и объем работ, и конструкторов, и работа, как вы понимаете, по строительству, увеличивается, затраты связанные с продвижением технологии, потому что все эти презентации, все эти выставки, это, друзья, которые, к сожалению, весьма и затратные вещи в том числе, потому что, хоть и площади в Берлине представляли бесплатно, но, тем не менее, оформление стенда, доставка туда образцов, страховки, ну, это, друзья, это, понимаете, это работа. Но по тому результату, который сегодня дает, он, конечно, покрывает все эти моральные, финансовые издержки, которые есть, потому что на сегодняшний момент я могу сказать, что берлинская выставка, это был рубеж, после которого к нам просто пошли немецкие инвесторы, австрийские, швейцарские, то есть, реально, люди, которые ждали, покажем мы технологию или нет. Сегодня для тех, кто с нами три года, два года, год, друзья, можно однозначно, как бы, говорить, что мы пришли к тому рубежу, когда можно говорить, что технология есть, конечно, все теперь ждут, а покажите ходовые испытания, и, друзья, это начало процесса, которому положено, скажем так, дан старт, а окончания этого старта не будет, то есть, показали машины, потом покажите 5 километров в час, 10 километров в час, потом 50, 100, 200, 500 и так далее. Это, друзья, бесконечный процесс. И, соответственно, пролеты 200 метров, 400 метров, 500 метров, вот, могу сказать, что я по Анатолию Дуаровичу задал вопрос, вчера ехали в машине, я говорю, Анатолий Дуарович, а предел есть, какой можно делать одним пролетом? Он говорит, в принципе, мы можем дойти до 5 километров одним пролетом. Ну, естественно, друзья, это не сразу, это технологические возможности, но раз Юницкий это сказал, значит, рано или поздно это будет продемонстрировано и будет сделано. Поэтому все степ-бай-степ, постепенно мы это сделаем. Поэтому, друзья, на сегодняшний момент, я думаю, что здесь уже никого не надо сейчас агитировать или для новичков говорить, что мы венчурная технологическая компания, мы шаг за шагом движемся. Друзья, мы уже переходим в стадию построения действительно корпорации, которая продвигает технологию, которая начинает реализацию адресных проектов во всех уголках мира. И, опять же, вы можете в этом сомневаться, вы можете в этом не верить. Ответ один, друзья, подождите. Мы никого не агитируем, мы никого не пытаемся в чем-то переубедить. Друзья, если сомневаетесь, подождите. Это самый главный ответ. Подождите. Подождите. Месяц, два, три, пять, десять, год, неважно, сколько хотите. Но вход дальше к нам в технологию каждый раз будет на новых условиях. Три года назад был один вход, два года другой, год третий, месяц назад четвертый, через две недели будет пятый. Это, друзья, закономерно. Это закон развития компании. Так же, как мы показываем, сначала декларируем, а потом демонстрируем, точно так же венчурная премия за вход, она будет меняться. И, друзья, я очень, ну тут неправильно сказать, что надеюсь или неправильно, я абсолютно уверен, что недалеко то время, когда вход будет один к одному. То есть, когда, если вы хотите купить акции, вы выходите на рынок и покупаете по той цене, которая они стоят. И это, друзья, будет как минимум один к одному номинал. Это вопрос для тех, а когда мы будем получать дивиденды? Отвечаю, друзья, сначала мы должны пройти к тому, что эти акции будут продаваться и продаваться один к одному. Вот к этому мы должны прийти. Когда, опять же, очень много задают вопрос, есть очень конкретная, хорошая цифра, скоро. Вот, сколько будет дивидендов, какие прибыли мы там, есть очень хорошая РУС, понятия много. Вот, поэтому верите, подсоединяйтесь, не верите, ждите. Никаких вопросов. Мы, венчурный проект, технологический, который представляет новую технологию, разобрались, увидели перспективу, подключились. Не разобрались, не увидели перспективу, не поняли, что там натягивается, что там есть. Идите, ждите. Все. Других вопросов, друзья, нет и не будет. Я честно по себе могу сказать, что уже на своей практике. В 92-м году я познакомился с одним очень интересным парнем, который мне рассказывал, там, облачное программирование, хранение акций, в общем, много чего рассказывал. Я думал, что он сумасшедший. Вот, звали его Сергей Брим. Вот, я смотрю, у меня было с ним мимолетное знакомство. Понимаете, да, это владелец Google сегодня, создатель Google, вторая по капитализации компания в мире. Я тогда не понял, что он делал. Я сегодня понимаю. У меня была возможность войти в его компанию в 92-м году. Я не стал это делать, потому что я не понимал. Ну, что в этом, там, 10 или там 8 лет назад мне предлагали купить там на 1000 долларов, на 10 тысяч долларов биткоинов. Я не понимал, что это такое. Если бы я тогда купил на 10 тысяч биткоинов, сегодня было бы состояние 60 миллионов долларов. Я не сделал. Почему? Я не знал, что такое блокчейн. Я не знал, что такое криптовалюта. Я не знал, как это работает. Ну и что? Ну, была такая возможность. Мне это предлагали купить. И сегодня многие не знают, что такое Skyway. Не знают, что такое Transnet. Ничего страшного в этом нет, друзья. А кто-то знает, кто-то понимает, кто-то приходит. И здесь, друзья, я как раз для тех, кто... Я очень многие за эти 2,5, ну, почти 3 года возникло большое количество друзей. Я могу сказать, что у нас очень большая команда, которая сегодня верит, двигает и благодаря которой технология инженера Юницкого сегодня развивается. Противников, друзья, будет всегда, не будем обращать внимания. Сегодня мы сами можем себе сказать, что о чем мы говорили, мы сделали. Нас можно назвать кем угодно, друзья. Кем угодно. Можно назвать мошенниками. Можно назвать лохотронщиками. Можно назвать пирамидчиками. Пускай называют кем угодно. Нас нельзя назвать, друзья, только в одном. Болтунами. Потому что все, что говорили, сделали. Строится, делается, машины готовы, испытается. Вот болтунами, друзья, нас назвать нельзя. А лохотронщиками называйте, ничего страшного. Я всегда говорю, что, ребята, я лохотронщик уже с 17-летним стажем, потому что я в технологии 17 лет. Я 17 лет об этом рассказываю. Другим людям призываю, делаю. Потому что это будущее, за которое мне не стыд. Ну все, друзья, давайте на этом я передам слово Алексею. Алексей, как всегда, я могу сказать, что это молодой, талантливый парень. И когда мы были в Братиславе, когда он, Виктор, я с Виктором тоже знаком, уже не один десяток лет мы с ним работали. Когда видишь таких ребят, которые работают в этом проекте, которые продвигают эти проекты, которые горят этим проектом. Друзья, это вызывает просто такое, очень чувство такого удовлетворения, я могу сказать, что у нас сегодня настолько мощная команда, которая пробьет все, что угодно. Пускай в этом сомневается хоть кто. Но мы, друзья, в этом, наверное, сомневаться не будем. Поэтому, Алексей, тебе, как всегда, слово. У тебя, как всегда, очень интересный взгляд на все, что происходит. Ну а я в конце, друзья, буквально в три минутки подведу итоги. Благодарю, Сергей Анатольевич. Ну, я, друзья, хотел бы рассказать о прошедшей конференции, которая у нас прошла, сделать анонс на следующую конференцию. То есть в Риге у нас 22-23 пройдет очень мощный европейский форум. По результатам проведения европейской конференции в Словакии я могу сказать, что многие новички поедут туда, так как услышали информацию и хотят еще больше увидеть и людей, которые сопричастны к развитию технологии Skyway и поприсутствовать уже на таком европейском форуме. Ну, я могу сказать, что Франтисик, Солар, наш коллега, наш партнер, уже второй раз проводит конференцию. И по уровню это просто несравнимо. Первая конференция со второй. То есть был организован очень мощный перевод, фактически синхронный перевод. Всем, кто будет нас приглашать, вот с Аркадьей мы общались по поводу Праги потенциально. Можно вообще и нужно близлежащие страны соединять и организовывать совместные конференции. То есть если это на 200 человек Франтисик организовал, то с Прагой, соответственно, на 400 можно организовать, потому что, ну, действительно, сейчас временные рамки сжимаются и Сергей Анатольевич тут пошутил в чатах, что будем жить в самолетах. Ну, похоже, так оно и будет, потому что вот буквально тоже приглашаем всех наших коллег, партнеров. Ну, единственное, хочу отметить, там вход, так как это все-таки нашего агентства бизнес, европейского агентства бизнес-проектов, там вход 45 евро, что-то такое. Батзальдзуфлине будет презентация 15-го числа, то есть я вылетаю туда 14-го, чтобы 14-го там еще поприсутствовать на германском форуме, на который попросили пораньше вылететь. И, собственно, вот такой вот график, режим я не мог представить, дорогие друзья, в начале развития, когда когда-то Сергей Анатольевич сказал, что вот Алексей сегодня ты будешь вести для Сибири и Дальнего Востока вебинары, то есть первые шаги, первые потуги, так скажем, с удовольствием бы пересмотрел первые вебинары, но все, кто появились в то время, все, кто являются людьми, инвесторами, соучастниками этого великого движения под названием Skyway, и мы будем в будущем говорить об идеологии, потому что это также нужно вносить в качестве концепции, ну вот одно из концепций мы в конце нашего вебинара включим, то есть это переделка ролика «Прекрасное далеко», Сергей, наш партнер, откликнулся и переделал очень вовремя. Есть еще такие вот гимны, один из них вы слышали, и многие спрашивали, а почему как бы после «Натранса» Евгений, Сергей Анатольевич, Алексей и другие участники поют какую-то песню со словами «Юницкий такой молодой, юный Skyway впереди», потому что это идеология, дорогие друзья, и фактически нужно взращивать такую же идеологию, которая была во времена у нас СССР, во времена строительства БАМа, потому что мы с вами строим, ну, несколько что-то покруче, чем БАМ, то, что изменит весь мир. И когда Крис, в принципе, говорит об этом, и это не какое-то подстроенное интервью, это от чистого сердца, человек, действительно, который зарабатывает колоссальное количество денег и печатает о нас статью, не заказную и не покупную статью, это говорит, наверное, о многом. Ну, а я хотел бы постановиться на том, что меня поразило, я, естественно, каждый раз ожидаю какие-то встречи на конференциях, запоминающиеся. И не поверите, но у нас в команде появился человек, который является таким вот уже иностранным Кириллом Шимко, это вице-чемпион по бодибилдингу. Прошлого года вице-чемпион мира по бодибилдингу. Это замечательный парень Адриан, то есть ему 36 лет, и что интересно, мы познакомились с ним. Ну, просто он пришел предложить свои услуги по академии, у них есть академия личностного роста с подругой, с Ниной, и также реализовывать свой продукт, то есть джинджер, имбирная настойка, и он не ожидал, к чему это все приведет. То есть сейчас я могу сказать, мы будем делать с вице-чемпионом, повторюсь, мира по бодибилдингу широкомасштабную и вирусную рекламную акцию, которая наберет очень много просмотров и максимально будет популяризировать Skyway, и, соответственно, Адриан согласился также развивать структуру. Посмотрите, это, я не знаю, лучше или хуже Арнольда Шварценеггера, но Арнольд Шварценеггер вряд ли бы согласился развивать Skyway через сетевое построение корпорации, потому что он, скорее всего, как вот Сергей Анатольевич говорит, многие люди сейчас не понимают, я скажу грубее, не догоняют абсолютно, что за проект Skyway. Сейчас очень много мне стало поступать на WhatsApp, когда я начал активно вести свой такой вот фотоблог на Instagram и буквально две недели с выставки вот и на трансе я веду свой фотоблог и очень много людей, поэтому я рекомендую вам во всех ресурсах вообще вот сбрасывайте, показывайте, что вы в проекте Skyway и не стесняйтесь о том, что мы сейчас выходим на те стадии, на которые выходим, потому что кто-то будет до самой демонстрации движения хранить контакты, хранить директоров, а нет, дорогие друзья, на самом деле время пришло и я не побоюсь того слова, что со Словакии, с Чехии на Марину Горку уже фактически будет ехать, лететь на своих самолетах несколько инвесторов. Если раньше мы говорили вам, что у нас есть крупные партнеры, то что возможно как бы один человек прилетит на инотранс на своем личном самолете, то сейчас таких людей несколько. И вот Андриан Кармос, который действительно человек, как и Крис, и не вспроста наш проект притягивает таких людей, он даже не спрашивал, сколько вы мне заплатите, что там, какая выгода моя, он понял, в каком проекте он участвует и я не знаю, вышло интервью или нет, я буквально в рабочих условиях в отеле записал его мнение о Юнибайке. Он был поражен этой концепцией и он говорит, что фактически в Юнибайке мы можем разработать систему фитнеса будущего. То есть это то, что меня поразило очень серьезно, так как со своим графиком поездок у меня абонемент просто простаивает и сгорают тренировки и так далее, потому что нет у меня возможности ходить в спортзал. А он говорит, что мы можем в принципе в Юнибайке сделать то, что заменит спортзал. То есть фактически мы будем ездить в спортзале и это будет одним из таких вот серьезных направлений. Сегодня мы не будем говорить о том, с чем мы это будем проецировать, то есть на фторологию так вот серьезно сильно не будем, но об этом мы расскажем непосредственно в Риге, потому что в Словакии произошел очень серьезный такой футурологический мозговой штурм практикующих футурологов Сергея Анатольевича и меня. И Франтишек при этом присутствовал. Ну, собственно, мы обедали в одном из кафе. Как обычно, начало все это раскручиваться. И на следующий день Франтишек сказал такую фразу. Сергей, Алексей, а вот вы о чем вчера говорили, то есть вот о футурологии, вы сегодня будете говорить? Мы говорим, ну не знаю, как бы не планировали. Вот об этом обязательно говорите. И поэтому я могу сказать, дорогие друзья, что следующая конференция в Словакии, скорее всего, будет также выступление. Франтишек организует и с университетами. Соответственно, Адриан и Кирилл Шимко родилась у нас стратегия, которая долго рождалась. Каким образом они могут, не рассказывая и не навязывая проект Skyway, идею рассказывать про фитнес и фактически массово популяризировать нашу технологию. Потому что юнибайк, юнибэк это фактически фитнес будущего. И как мы говорили, что дальнобойщики, к сожалению, вот их судьба ожидает исчезновения, то спортзалы, скорее всего, также намного меньше людей, которые будут пользоваться юнибэгами, будут ходить. Потому что фактически весь цикл тренировок будет в нашем юнибэге. Вот смотря на Адриана, вы в этом сомневаетесь, дорогие друзья? Он мне сам сказал, что единственное, мне нужно понять, какие у вас габариты, какая у вас ширина, какая высота юнибайка. И он готов приехать на Марину горку и, соответственно, со своей подругой Нино будет уже, не буду говорить, что, все. Но увидите, что это будет. Это будет очень такая хорошая реклама, популяризация. Вы видите, что фактически Skyway сейчас и в небе появляется. Наш латвийский товарищ коллега прыгнул с парашюта. И Гузель недавно ходила на Эльбрус с флагом Skyway. И Гребли у нас, и Кирилл Шимко. Это тягание очень серьезной, тяжелой техники. И вот, пожалуйста, Адриан, вице-чемпион мира прошлого года по бодибилдингу. По натуральному бодибилдингу. Кто-то тут, соответственно, говорит, что он меньше Шварценеггера, но это без анаболиков и стероидов. То есть это натуральный. В принципе, как и натуральный наш юнибайк. То есть он без всяких ускорителей с помощью системы мотор-колес сможет чисто за счет велотяги. Адриан еще добавит множество упражнений, с помощью которых мы будем вырабатывать дополнительную энергию. Но, собственно, с помощью чистой велотяги можно будет вырабатывать несколько киловатт. То есть это примерно полтора киловатта. И перемещаться со скоростью 60 км в час просто за счет физических упражнений. Раскручивать мы это сегодня не будем. То есть это целое направление. И появился ряд целых направлений. Мы сами поражаемся от того, что Анатолий Эдуардович сделал. Что такое юнибайк? Вот если наши иностранные коллеги шутят в конце конференции и при таких переговорах, что такое эко-технопарк, то сейчас они не могут не закончить словацкую конференцию вопросом, которого даже не задают. А когда же будут дивиденды? И весь зал смеется, аплодирует. Потому что все понимают, что будет. И будет немало, неплохо будет. И, соответственно, сейчас уже задают вопрос, а что такое юнибус? Что такое юнибайк? Что такое юнилёд? Потому что люди интересуются будущим. Ну и самое главное, мы не просто создаем, описываем будущее, как Браймонд Курцвилл и другие футурологи мировые, известные. Но сейчас Анатолий Эдуардович, как самый главный футуролог, визионер, который, я думаю, в сотни раз больше запомнится, чем Жак Фреско. И Жаком Фреско наверняка, дай бог, в долгих лет жизни мы будем сотрудничать уже по движению проекта Skyway. То есть, естественно, сетевое построение корпорации, оно будет модернизироваться. И всё будет расширяться в более широкомасштабное движение. Но одно я могу сказать, наш магнит, маховик раскручивается до такой стадии, что с владельцем гостиницы, в которой проходит конференция, был произведён небольшой разговор. Наверняка владелец как-то подсмотрел, подслушал, либо ему рассказали, о чём говорили на конференции. Но произошла такая вот спонтанная инвестиция, не запланированная, на 10 тысяч долларов. И это всего лишь Словакия, дорогие друзья. Планируется Прага, планируется открытие Тель-Авив. Вообще мы представлены на минуточку более 78 странах мира всего. Ну и, соответственно, естественно, не во всех готовы каждую неделю проводить конференцию. Но мы готовы непосредственно в те регионы, которые обеспечивают поток людей, то есть не менее 150 человек по Европе, по другим зарубежным странам приезжать и даже приезжать при таких вот значимых событиях, как встреча с министром транспорта и так далее, непосредственно уже даже с представителями головной компании. Либо Кирилл Бадулин, либо Виктор Бабурин. И я хотел бы также вот ввести такую практику. Мы все вот понимаем, насколько серьезно SkyWay изменит нашу жизнь. Но простые обыдненные ситуации, с которыми SkyWay нас будет, от которых нас SkyWay будет ограждать. И введем такую рубрику непосредственно вот в мои вещания, в мою часть. Я приведу пример и по новостям, и по тому, что происходило в аэропорте со мной. Вот, к примеру, в недавнем времени в Красноярске прошел мокрый снег и оставил без света 5000 жителей. Так вот, появилась такая мысль, что наша путевая структура будет вообще исключать и нивелировать подобные погодные условия. То есть, ни без какого электричества граждане не останутся, потому что электричество будет внутри путевой структуры, так же, как и интернет. Вот эта вот мысль пришла, собственно, в аэропорту, когда я прочитал эту статью. Ну и о многом другом, о футурологии. Сегодня на вебинаре мы полностью не будем раскрывать, потому что все-таки это новости, мысли по прошедшей выставке в Республике Беларусь. по остаточным итогам инотранса, но сказать нам есть что и построить, реализовать на 5, 10, 15 лет вперед и даже 20 лет вперед, если говорить про УТС, нам есть что и будем делать. Строй Skyway, спасай планету. Благодарю, друзья. Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо, Алексей. Видите, какой поток новостей как бы идет, так что я очень рад, что видите, что то, что сейчас прозвучало, это прозвучало впервые, друзья, и как раз Sky Fitness, Fitness Futures, то есть фитнес будущего. Мы много что, друзья, покажем, расскажем. И действительно мы познакомились просто с поразительной парой. Нина, она была мисс Словакии, то есть такая поразительно красивая девушка. В репортажах вы, наверное, видели, когда из Перископа делали, она делала презентацию Skyway и Адриан. То есть они еще не поженились, но они там женихаются. У них сейчас такой букетно-конфетный период. Но я же сказал, что когда надумаете жениться, мы это сделаем обязательно в Перископе, в прямом эфире, сделаем такую Sky-свадьбу. Это шутка, конечно. Они как раз будут сейчас именно как пропагандирующие здоровый образ жизни, пропагандирующие именно фитнес фьючерс, то есть фитнес будущего. И Адриан, именно как профессионал, он действительно очень интересный. То есть направление, которое они развивают, это бодибилдинг без химии. То есть не жрать всякую ерунду и быть вот такими вот там шкафами. А видели по фотографии, он такой. Более того, я его даже когда увидел, я бы не сказал, что это именно бодибилдинг, что это такой обычный парень, когда он стоит в рубашке, там все это. Ну, крепкий, видно, что. Но когда я увидел вот эти фотографии, и когда человек понимает, что такое настоящая работа, это потрясающе. И он сказал именно как профессионал, что он разработает комплекс упражнений, комплекс тренажеров, которые можно установить в юнибайке. И фактически это станет спортзалом, который будет работать на все группы мышц, которые будут. Но при этом, друзья, очень интересный концепт. Каждое движение, которое вы будете проводить в юнибайке, оно будет аккумулироваться в аккумулятор, и дальше вы будете за счет этой энергии двигаться. Такого концепта, друзья, не может предложить никто. Это только юнибайк. Это только скайфитнес. Поэтому, друзья, это интереснейшее направление, которое сейчас родилось, которое пришло, которое мы сделаем. И дальше мы это покажем в цифрах, в расчетах. Там еще будут очень интересные сюрпризы вас ожидать в ближайшее время. Поэтому это новый этап. Это новая работа. И, соответственно, вы все это увидите. Все это будет на ваших глазах. Мы это все будем развивать и делать. Естественно, что, как Алексей тоже сказал, что мы с Нино и с Адрианом договорились о том, что это будут партнерские отношения, что они сами будут работать в системе, и что они будут под себя заводить людей. А я вас уверяю, что интерес к тому, что будет Адриан делать, просто будет колоссальный. И, соответственно, будет колоссальный приход людей к нему, к структуру. Это уже бизнес. И, соответственно, это тоже очень-очень полезно. Это, я думаю, первая такая, ну, можно сказать, рекламная или пиар-акция, которая производится и за которую мы не платим ни копейки. А наоборот, люди к нам приходят, делают работу. Вот что, друзья, такое партнерские отношения. И вот, что такое проект. Это может дать только Skyway. Именно только та система, которую мы сегодня разрабатываем. Вот. Но, как сказал Алексей, вас ждет еще впереди столько интересных новостей. Мы действительно будем сейчас по частям это выдавать, потому что вы даже не представляете, во что превратился наш Юнибайк, потому что в него все новые и новые функции встраиваются. И вы даже не представляете, как меняется ваша жизнь в будущем, когда этот Юнибайк, а теперь уже Юнибек, а сейчас, друзья, уже даже не Юнибек, он уже ушел в дальнейшее свое развитие, когда это войдет в нашу жизнь. Поэтому я могу сказать, что все, кто подсоединился, вы сегодня реально имеете возможность заглянуть в будущее, вы сегодня реально имеете возможность участвовать в этом будущем, вы реально сегодня имеете возможность получать прибыль от того будущего, которые сегодня нет. Ну вот, друзья, на этом мы с вами прощаемся на сегодня. Я думаю, что у нас был очень интересный, результативный сегодня вебинар. Вечером, как всегда, мы с Алексеем в 19-20 часов будем проводить. А сейчас в конце я вам обещал, что мы периодически будем эту и песню, и этот концепт вообще ставить. Это уже работают наши, скажем так, наши активисты, наши партнеры. Я вам очень рекомендую посмотреть сейчас ролик, который будет по окончанию вебинара. Поэтому, друзья, как всегда, строй Skyway, спасай планету. Это уже традиционный для нас вопрос. Танаша сейчас за это время родился очень еще один интересный сленд, мы его тоже покажем. Ну, а я прощаюсь с вами, друзья, до вечера, либо до следующей недели. У нас будут еще включения в Перископе на этой неделе. Так что, друзья, всего доброго, до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...